В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. С трех попыток не получилось. Работы по сносу дома офицеров будут продолжены. Общественная организация «Боевое братство» получила областной грант на реализацию своего важного проекта. Строили на века, строили на совесть. Так, пользователи социальных сетей комментируют работы по сносу дома офицеров. А между тем, в Кандалакше уже третий день подряд гремят взрывы. Инженеры Северного флота демонтируют гарнизонный дом офицеров. Военные планировали уложиться в три дня, но что-то пошло не так. Монументальное и основательное здание дома офицеров, построенного в первой половине прошлого века, пока не поддается. Сравнять с землей – символ целой эпохи, как его уже прозвали горожане, не получается. Демонтаж здания, как и было изначально задумано, осуществлялся поэтапно, однако работы не были выполнены в полном объеме. В результате первого взрыва рухнуло левое крыло здания. Потом наступил черед другого, и тоже все в порядке, как и рассчитывали минеры. Сегодня военные планировали снести парадную часть здания, но не тот-то было. От громкого взрыва завыли припаркованные неподалеку авто. В подъезде одной из пятиэтажек потрескались стекла, а колонны устояли. Взрывы Военные планируют продолжить снос здания работы возобновятся завтра. Граждан убедительно просят воздержаться от посещения территории, прилегающей к дому офицеров. Печально участь объектов, принадлежащих Минобороны, некогда строящиеся на века для пользы и на радость людям. Здания в начале 2000-х превратились в руины, в памятники безхозяйственности. Примеров тому немало. Дом офицеров, госпиталь, социально значимые и жилые объекты в Лубчесавино-2 и Пенозеро. И список можно продолжать. Но все-таки бывают исключения. Заброшенные, разбитые строения получают право на новую жизнь. Речь о бывшем магазине на улице Пронина. В народе больше известного, как стекляшка. У здания появился новый и, будем надеяться, более рачительный хозяин. Объект, напомним, долгое время находился в собственности Минобороны. В начале текущего года стало известно, что военное ведомство передало его на баланс города. Муниципалитет, в свою очередь, выставил здание на торги. В ходе аукциона удалось выручить без малого 2,5 миллиона рублей. Новый хозяин уже занялся приведением объекта и прилегающей территории в порядок. Как в дальнейшем будет использовано, здание пока неизвестно. В Мурманской области продолжается четвертый чемпионат WorldSkills или молодые профессионалы. Одна из площадок состязания развернулась на базе Кандалакшского индустриального колледжа. Претенденты на победу в компетенции, электромонтажные работы уже второй день подряд бьются над выполнением непростых заданий. Опыт и знания, приобретенные на лекциях в колледже и в ходе практической работы в мастерских, конечно же, хорошее подспорье. Но и организаторы чемпионата WorldSkills не отстают. С каждым годом задания становятся сложнее. В основе этой работы лежат следующие виды таких работ. Это слесарный цикл, монтажный цикл, настройка и регулировка, программирование. И в связи с этим у нас они разбиты по модулям. Значит, первый модуль у нас монтаж промышленной и гражданских отраслях. Вот что вы сейчас видите, они начальник. Потом второй модуль будет программирование счетов управления и счетов освещения. Это на современном этапе. Год от года уровень заданий и сложности растет. Задания не повторяются. Есть общие принципы подхода, да, формирование заданий, но это не более. Главная задача чемпионата молодые профессионалы – повысить уровень привлекательности рабочих профессий среди молодежи, построить работу профессиональных учреждений так, чтобы они выпускали не только нужных для экономики региона, но и высококлассных специалистов, умеющих нестандартно мыслить и работать в условиях многозадачности. Вот зашли бы директора, зашли бы начальники циклов, соответственно, электротехнических циклов и посмотрели, что делают ребята. Потому что, когда они придут на практику, говорят, а что они у вас умеют? Да мы умеем многое делать, только вы придите, гляньте, чтобы потом у вас не было сомнений. Я почему призываю промышленников? Пусть приедут, посмотрят, тут они увидят то, что делают парни. А это умные дома, это умные районы, это умное производство. То есть я, по словам умные, имею в виду, как запрограммируем, какую аппаратуру поставим, контроля, да, ну то есть те системы, САУ, САР, да, ДАУ, дистанционного автоматического управления. Вот эти системы, они как раз здесь и работают. Представляете, какой широкий интеллектуальный уровень выбрасывают наши студенты? Опыт, знание, умение и стремление повышать свой профессиональный уровень – основные качества участников чемпионата WorldSkills – молодые профессионалы. Хороший специалист без работы никогда не останется, а отличный отправится представлять наш регион на всероссийском уровне. А там, если повезет, то и путевку на всемирный WorldSkills получит. Ничего невозможного нет. В этом на собственном примере убедились наши земляки, блестяще выступившие в прошлом году в Арабских Эмиратах. Повторить успех сверстников мечтает Виктория Носик, участница JuniorSkills. Я насобираю хорошо счетчики, то есть понимаю, где провода, как их отключать. А слабые стороны – это пилить. Вот, как бы, в основном в этом проблема. Но это мне доработает, здесь справится. Мне главное посмотреть, какие у меня результаты будут в этом конкурсе, узнать, на что я способна, как я все научилась. Виктория Носик – студентка первого курса Кандалакшского индустриального колледжа. Учиться по специальности электромонтажной работы, говорит, решила не сразу, но теперь не жалеет. В дальнейшем девушка собирается стать инженером. Так что знания, полученные в мастерских и диплом колледжа, станут хорошим заделом при поступлении в ВУЗ. Общественная организация «Боевое братство» получит областной грант на реализацию своей социально значимой идеи. Проект «Наших земляков» неутихающая боль вошел в число лучших по итогам конкурсного отбора. Конкурсный отбор проводило региональное министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям. По итогам рассмотрения заявок, а их в адрес жюри поступило немало, было распределено порядка 4,5 миллионов рублей. Из них 300 тысяч направят к «Кандалакшанам». Часть этих средств общественники решили потратить на организацию экспозиции, посвященной памяти кандалакшан, воевавших в горячих точках. Выставка, организованная силами общественной организации «Боевое братство», развернется в одном из залов музея истории города и будет там работать на постоянной основе. Также финансирование планируется направить на обустройство территории, прилегающей к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах. А также на проведение мероприятий и патриотической направленности. В частности, организацию конкурса школьных сочинений. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в 18 часов 30 минут на канале ТНТ-4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова